МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Анна Свидовская. Это программа «Такой день». Как всегда, для вас самые важные и интересные новости региона. Сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Плановая, комплексная, техническая проверка системы оповещения в регионе. Расскажем об одной из таких тренировок в Белгороде. Все ли устройства в исправном состоянии? На первом этаже у нас выполнено процентов 90 черновой отделки. В Яковлевской Тамаровке продолжают капремонт поликлиники и местные районные больницы. Когда планируют сдать объект? Мне просто это нравится. Я чувствую, что это мое. И хочу дальше этим заниматься. Центр воин набирает популярность среди белгородской молодежи. В регионе продолжают появляться новые отделения. А в каких-то муниципалитетах уже вторая смена. Что вдохновляет ребят? Мы решили со своей стороны материально подкрепить их моральную победу. Какую поддержку получат абсолютные победители регионального этапа Олимпиады по информатике среди учащихся 9-11 классов. Расскажем о белгородской IT-компании, в которой мотивируют будущих специалистов отрасли. Это лишь некоторые темы выпуска. Подробности далее. А вначале о плановой и комплексной технической проверке и системе оповещения в регионе. Сирены, сопровождающие информацию о тестировании, сегодня работали в разных муниципалитетах. В том числе в областном центре. Внимание! 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 Проводится техническая проверка системы оповещения. Главная задача – проверить работоспособность громкоговорителей, чтобы они включались и их было слышно. Кроме того, такая практика призвана помочь жителям города да и сотрудникам служб спасения отработать действия в случае возникновения реальной угрозы. Сотрудники управления ГОЧС собирают обращения граждан в случае, если устройства неисправны. Анализируют данные и наносят их на интерактивную карту, чтобы иметь представление, где требуются дополнительные громкоговорители. На территории города Белгорода на сегодняшний день установлено 54 технических устройств. По результатам сегодняшних проверок системы оповещения они сработали в штатном режиме. Все находятся в исправном состоянии. В прошлом году мы установили 11 таких технических устройств в слабых местах. В этом году мы планируем установить 47 технических устройств оповещения населения. Кроме того, в некоторых районах города уже есть специализированные машины с системами оповещения, которые включают громкоговорители. Помощь, оказанная в первые минуты до приезда скорой, может спасти жизнь человека. Но как правильно действовать в экстренной ситуации и не навредить пострадавшему? Разобраться в вопросе помогают специалисты. В их числе сотрудники Шебекинской ЦРБ. Они регулярно проводят обучение для всех желающих. В этот раз такой курс прошли работники госслужбы. Полученные знания сразу же отработали на практике. Как это было, расскажет Дарья Яковлева. Александр в медицине 6 лет и ему не раз приходилось спасать чужие жизни. Говорит, для врачей – дело привычное. Но знать правила оказания первой помощи должны не только специалисты, а решил поделиться своими знаниями. Обычный человек первым оказывается в таких очагах поражения при обстрелах. И не всегда получается эвакуационной бригаде, бригадой скорой помощи подобраться к этому месту. Здесь важно, чтобы обычный человек, который не сталкивается в повседневной жизни с этим, чтобы он умел и мог сориентироваться на месте, чтобы постарался провести вот эти минимальные манипуляции. Умение правильно наложить жгут, повязку или даже сделать массаж сердцем – реальная возможность помочь человеку в трудной ситуации. Основной принцип – не навреди. Разобраться в тонкостях старался каждый. Один один так, один так, один поперёд. То есть получается треугольный. Сзади должно получаться у нас то же самое. Марина работает в сфере образования. Ответственность большая, ведь рядом дети. Курсы по оказанию доврачебной помощи уже проходила. Но оказалось, практических занятий недостаточно. После трагических событий в областном центре задумалась о необходимости улучшить свои навыки. Я 30 декабря была в Белгороде, видела всё, слышала всё. Те знания, которые у меня были, они недостаточны. С мужем решили, что необходимо пройти повторное обучение. Мы должны знать, как действовать с детьми, как действовать руководителем школ, как действовать руководителем детских садов, чтобы обезопасить себя, чтобы оказать первую помощь. Такие занятия на базе Шебекинской ЦРБ уже прошли порядка 200 человек. Прежде всего, это работники бюджетной сферы, а также службы ведомств, которые, как правило, первыми пребывают на место происшествия. Но записаться на курсы может любой желающий. Раз в неделю по предварительной записи к нам записываются все, кто хочет. Это очень востребовано. Всегда много вопросов. Всегда все хотят попробовать. Ну, в общем-то, это и правильно, когда это не в форме лекции, а в форме диалога, вопросов-ответов и отработки практических навыков. Под руководством обученных специалистов такие уроки планируют проводить и дальше. Получить необходимую информацию можно по телефону 8 930 090 91 37. Дарья Яковлева, Павел Емьелин. Программа «Такой день» на Мире Белогория. К другим темам. В белгородском филиале фонда «Защитники Отечества» открыли прокат технических средств реабилитации для ветеранов и участников специальной военной операции. Ассортимент устройств и оборудования пополнили благодаря поддержке фонда «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скотча. Как оценивают такие возможности те, кто ими уже воспользовался и кто может обратиться за конкретной помощью? В материале Маргариты Аксеновой. В мае прошлого года Андрей добровольцем отправился в зону специальной военной операции, где получил ранение в ходе штурма. Вернувшись домой, обратился фонд «Защитники Отечества» за помощью. С января этого года организация открыла пункт проката технических средств реабилитации. Вот я нуждался в костылях, мне выдали бесплатно. По качеству меня все устраивает. Благодаря поддержке фонда «Поколение» в прокатном ассортименте теперь есть также ходунки, механические и электроприводные инвалидные кресла, аппараты для измерения артериального давления. Список необходимого был сформирован на основе обращений жителей. Пункт проката наш действует по всей области. Соцкоординаторы с районов обращаются к нам, направляют участника СВО, ветерана боевых действий. И мы уже с ними работаем, какое техническое средство им нужно приобрести. Здесь же после окончания договора проката его можно продлить на новый индивидуальный срок. Маргарита Аксенова, Валерий Ларьков. Программа «Такой день» на Мире Белогория. Сейчас о здравоохранении. В Тамаровке Яковлевского округа продолжают капитальный ремонт поликлиники местной районной больницы. Его начали осенью прошлого года. В старом здании завершили кровлю, фасад и внутреннюю отделку. Кроме того, медучреждение расширили. Построили еще один двухэтажный корпус. Общие сложности обновления идет на площади более 2500 квадратных метров. Напомним, объект передали другой подрядной организации. Из-за работы предыдущей сроки сдачи существенно сдвинулись. Новая бригада демонстрирует высокие темпы. Ежедневно на участке задействованы до 60 строителей. Работы выполняют параллельно в обоих зданиях. Закончить планируют в первом квартале 2024-го. На первом этаже у нас выполнено процентов 90 черновой отделки. На втором этаже идет сейчас монтаж кирпичных перегородок. Также идет утепление чердачных помещений, монтаж вентиляционных систем, монтаж внутренних водопроводных систем, отопление. Система отопления уже закончена. Переходим к наружным сетям, как канализации, так и водоснабжения и водоотведения. Перенесемся в Красненский район. Там открыли отделение Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Курсанты будут изучать организацию связи, тактическую медицину и управление беспилотниками. Напомним, наш регион стал одним из 12, где в прошлом году начали работать такие площадки. Обучение на них уже прошли более тысячи белгородцев. Почему в селе Красном с нетерпением ждали появления Центра воин Татьяна Куликова? Красненский район небольшой. Тут нет учреждений среднего специального образования. Поэтому открытие Центра воин для учеников 8-11 классов ребята встретили с воодушевлением. Инструкторы, руководители местных военно-патриотических клубов. А первая смена из 25 человек в основном воспитанники этих самых объединений. Ребята уже знают, как разобрать автомат, изучили боеприпасы и их использование. Основы тактической медицины. Новое направление управления беспилотными летательными аппаратами. Всем необходимым оборудованием Центр оснащен. Я также в свое время проходил такую подготовку. Как бы такого оснащения у нас не было в то время. Пройти все должны, по-любому. Потому что как для мужчины, даже если он в армию не пойдет, он должен пройти такую подготовку. Во-первых, это дисциплинирует, это сполочает коллектив. Каждый ученик пройдет курс по пяти направлениям. Это 144 академических часа. Дальше заступает новая смена. В Красном планируют охватить максимальное количество старшеклассников. Сейчас мы работаем и с родителями, и с обучающимися. Знакомим родительское сообщество с программой обучения. И с учетом рекомендаций медицинских, мы обязательно все желающие в первую очередь, а потом по рекомендациям, которые будут поступать от Министерства образования и Министерства по делам молодежи. В прошлом году в регионе начали работать 12 филиалов Центра развития военно-спортивной подготовки патриотического воспитания молодежи «Воин». Красненская – это старт второй очереди открытий. В январе отделение запускают еще в девяти муниципалитетах. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на мире Белогория. А в отделении Центра воин в Ракитном тем временем стартовала уже вторая смена. На ближайшие два месяца площадкой для изучения самых разных направлений военного дела станет местный агротехнологический техникум. Подробности в следующем сюжете. Здесь мы оставляем записочку с временем наложения жгута. Сейчас общепринятое время, на которое накладывается жгут – час. Медицинская огневая тактическая подготовка. На очереди вторая смена отделения Центра воин. На базе Ракитянского агротехнологического техникума ребятам-новобранцам предстоит узнать о самых разных направлениях военного дела. И, конечно, попробовать свои силы. Среди курсантов – Александр. Парню уже не терпится приступить к занятиям. Дальнейшую судьбу планирует связать именно со службой в армии. Отучиться на военного, а дальше как пойдет. Надо быть ближе к своей родине, надо ее защищать же. Стать будущими защитниками Отечества мечтают не только мальчишки. Дарина – опытный курсант. Она уже поступала на первую смену, но по личным обстоятельствам пришлось прервать обучение. В этот раз планирует дойти до конца, говорит настрой боевой. Не все мальчики могут быть такие, как я. И все-таки многих я могу быть выше. Мне просто это нравится. И я чувствую, что это мое. И хочу дальше этим заниматься. Как показывает опыт, среди многообразия направлений особой популярностью пользуется изучение беспилотных летательных аппаратов. Большой интерес был именно к беспилотникам. У мальчишек они прям с горящими глазами смотрели. Все хотели полетать, все хотели обучиться. Были отдельные люди, которые уже до этого занимались. Они сами собирали беспилотники. И уже могли без проблем управлять и нашими средствами. У девочек с техникой немножко интерес поменьше, но некоторые девочки даже лучше управлялись с техникой, чем у мальчишки. Под руководством опытных наставников изучать основы военного дела в течение двух месяцев будут полсотни ребят. Это школьники и студенты СУЗов. Лучшие из них примут участие в молодежной военно-спортивной игре «Зарница». Я думаю, что каждый из вас пройдет достойно эти испытания. И в конце этой смены получит и сертификат на форму, и сертификат выпускника этого центра. И, конечно, будет настоящим помощником нашим инструкторам, которые в дальнейшем будут организовать такие смены. Дарья Яковлева, Александр Поддубный. Программа «Такой день» на Мире Белогории. В регионе продолжает курсировать мобильный пункт информирования о службе по контракту. Сейчас тематически оформленный автобус работает в Старом Осколе. Останавливается на крупных предприятиях и в популярных общественных местах. Действующий офицер лично рассказывает о требованиях к кандидатам, условиях службы, заработной плате и положенных выплатах. Льготах для военнослужащего и членов его семьи. Если кто-то уже принял окончательное решение о заключении контракта, может прямо здесь начать заполнять первичные документы. Он может сразу пройти беседу с офицером по тестированию. То есть он может пройти профессиональный психологический отбор на военнослужащий по контракту, в ходе которой выяснятся его морально-психологические качества, его готовность к несению службы по контракту. Данный автобус уже побывал в Белгороде. Он работал на предприятиях, а также в местах массового скопления белгородцев. Работал в Старом Осколе, в Староскольском районе, в селах Староскольского района, а также в городе Губкине. Данная инициатива принадлежит губернатору. И автобусы специально сделаны для того, чтобы любой желающий мог зайти внутрь автобуса, узнать обо всех условиях службы по контракту. Во всех субъектах страны проходит одно из самых значимых и сложных испытаний для школьников. Региональный этап – Всероссийская олимпиада по различным дисциплинам, одна из которых – информатика. Белгородская IT-компания «Прикладные решения» поддержит наших учащихся, которых совсем скоро ждут финальные состязания. Как поощрят абсолютных победителей представители профильной компании, расскажет Александра Харина. Белгородская IT-компания «Прикладные решения» выполняет работы по импортозамещению иностранного программного обеспечения уже четвертый год. За это время удалось внедрить автоматизированные системы управления на российских платформах, которые используют крупнейшие энергетические холдинги, и не только в Белгородской области. Помимо профильной работы, команда специалистов включилась в различные волонтерские и социальные проекты, участвуют в программах, направленных на развитие IT-потенциала нашей молодежи. Сейчас руководители компании решили дополнительно мотивировать школьников, которые покажут наивысшие результаты на региональном этапе Всероссийской олимпиады по информатике. Я понимаю, какие колоссальные усилия прикладывают и дети, и учителя, и родители, чтобы достичь столь значимого результата. Поэтому мы решили со своей стороны материально подкрепить их моральную победу. Абсолютных победителей регионального этапа Олимпиады по информатике среди учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов ждет приятный сюрприз. Вот тот самый сертификат, который буквально уже через считанные недели обретет своих владельцев. Таких у нас заготовлено три. Также компания участвует в развитии цифровых кафедр и IT-институтов белгородских университетов. И сегодня продолжает наращивать сотрудничество с учебными организациями и образовательными проектами. Мы же все прекрасно понимаем, что за молодежью наше будущее, и не только в сфере информационных технологий. И сегодня мы хотим поддержать нашу молодежь, которая уже активно изучает информатику, и надеемся, что и другие партнеры-работодатели присоединятся и поддержат наших школьников. Руководители и эксперты компании уверены, объединившись с подрастающим поколением, Помогая и направляя, можно достичь значительных успехов в технологиях будущего. А участие профильных компаний в подобных мероприятиях только повысит мотивацию и стремление к победе у нашей молодежи. Александра Харина, Валерий Ларьков. Программа «Такой день» на Мире Белогорье. И о погоде. Синоптики обещают значительное понижение температуры. Завтра к ночи в областной столице столбик термометра опустится до минус 15 градусов. Вместе с прошедшим сегодня дождем и снегом, возможно, гололедица. К устранению последствий непогоды усиленно готовится коммунальная служба. Мы продолжаем работать на обработке, в первую очередь сейчас, тротуаров, пешеходных связей, остановок, пешеходных переходов, уличной дорожной сети, противогололедным материалом. Мы производим посыпку. В настоящее время производят 20 единиц техники на обработке тротуаров. В ночь мы запланировали выйти на линию до 15 единиц техники с привлечением на ранние часы опять же до 23 единиц техники для обработки противогололедным материалом тротуаров. В ночь это у нас будет 20-30 человек, которые будут совместно с механизированными звеньями производить работу по обработке. И на утро, на ранние часы, то есть 5, 6, 7 и так далее, в сумме у нас также выходит порядка 240-250 человек на завтрашний день. На этом пока все. В студии работала Анна Свидовская. Оставайтесь с первым областным, чтобы быть в курсе событий региона. Еще больше интересного в нашем телеграм-канале. Увидимся в следующих выпусках такого дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин